Приветствую, коллеги, друзья, цветочная семья, чем мы только не удобряем наши растения. Честно, не заглядывала ни к одному из блогеров, но подумала, а почему бы не удобрить марганцовкой? Смотрите, калия, перманганат. Здесь присутствует калий, марганец и кислород. Сделаю раствор некрепкий и пробрызгаю вначале по листу. Так как я только что полила свои растения, мне не хочется опять увлажнять грунт, а сделаю это дня через два. Но опять загляну в интернет, какой там день по лунному календарю благоприятный или нет. Раствор я сделала некрепкий, слабый. И сейчас начну обрызгивать, обрабатывать мои растения. Я не думаю, что им от этого раствора будет хуже. Мне кажется, что будет очень даже хорошо. Пройдусь по всем моим растениям. У нас еще довольно жарко и почва просыхает очень быстро. Я поливаю через день. Поэтому по листу будет хорошее удобрение. Как думаете, если бы я знала, что растениям будет плохо, я бы брызгала свои любимые цветы? Конечно нет. Но знаешь, что от этого слабого раствора ничего не будет. Но листья получат подкормку калий и марганец. Прошло несколько дней. Сегодня я полью свои растения раствором марганцовки и добавлю немного борной кислоты в этот раствор. Борная кислота содержит бор и кислотный остаток. Бор это микроэлемент, который также необходим нашим растениям. Ведь в замкнутом пространстве горшочка они использовали из грунта все, что им нужно было. Но им же нужно дополнительное питание. Поэтому и пользуюсь разными добавками. Не только аптечными препаратами, но и органическими удобрениями. Удобрениями, приготовленными в домашних условиях. И удобрениями, купленными, я балую свои растения. Но балую в меру. Перебарщивать тоже нельзя. Вот это борное удобрение послужило мне хорошим уроком. Виноград свой решила полечить. И добавила целую упаковку на 10 литров. И все листья виноградник сбросил. Представляете? Ну, зато потом пошли здоровые, хорошие листья. Так вот, совсем-совсем немножко не переусердствовать. И я вам покажу, какое количество борной кислоты я использую для обработки растений. Можно использовать один раствор борной кислоты. Можно совмещать. Я это уже пробовала на своих садовых растениях. Но также хорошо откликнутся и мои комнатные растения. Ну что, посмотрите, что делаю я. И, возможно, воспользуетесь. И ваши растения тоже получат эти микроэлементы. И теперь готовый раствор. Самое важное, не переборщить. Беру нож. На кончике ножа набираю марганцовку из пакета. Вот, мне кажется, что немного. Но проверю на полтора литра. Если будет мало, можно добавить. Главное, чтобы не было много. Хорошенечко перемешать. Кристаллики оседают на дно. И медленно растворяются. Поэтому, если кажется вначале, что слегка розовый раствор, все-таки стоит его хорошенечко разболтать. Ну, мне кажется, нормально. Точно так же на кончике ножа набираю борную кислоту. Ну вот, видите, сколько. Просто нож влажный и прикрепилось. Но я не думаю, что это будет много. Хорошенечко взболтаю. И этим раствором начну поливать свои растения. Помните, важное правило. Поливаем удобрениями только по влажному грунту. На сухой грунт не стоит. Полив с таким малым количеством удобрений, здесь присутствует бор, калий, марганец. Это замечательно. Но еще кислотный остаток есть. Мне, конечно, понадобится не чуть-чуть воды. Вот сколько у меня, полтора литра понадобится. Литров 10. Поэтому каждый раз буду делать раствор. Поливаю немного. Меня как-то спрашивали, почему вы так мало поливаете. Грунт у растения влажный. Мы еще добавляем влагу. То есть, все должно быть в меру. Думаю, что вам будет неинтересно наблюдать за всеми моими поливами растений. Ну вот, показываю, что я все-таки поливаю. Вот, кстати, поливаю и стопелью. Она вовсю цветет в этом году. Скоро выставлю видео о цветении стопельи. Уже 6 или 7 цветков полила растения. И выглянуло солнышко. И надеюсь, что все будет хорошо у моих красавиц. Обласканные мною, Обласканные солнышком, Получившие и любовь, И удобрение, Они должны чувствовать себя хорошо, Расти и радовать своим внешним видом. Очень надеюсь, Что информация вам пригодится, Поможет в уходе за цветами. Только вчера цвела вот эта красоточка. Вот на солнышко ее. Сегодня не хочет. Но другие растения радуют меня Под солнечными лучами. Они оживают. Ах, как же я люблю свои растения. Вот про аптению Я еще не делала ни одного видео. Кстати, будет у меня видео о том, Как размножить аптению. Как лучше. Всего доброго. С вами Екатерина Снытко, Любитель всего живого. Молдова. 2020 год. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...